Привет, друзья! Это Zorbas Media и мы в Дубае! Друзья, мы на метапе CPA Connect от CPA Club. Сегодня посмотрим, кто есть среди приглашенных гостей, какие секреты нам расскажет Джордан Белфорд и почему продажи такой важный навык. Погнали! Друзья, сейчас с нами Ульяна, SEO CPA Club, и мы зададим ей несколько вопросов о метапе CPA Connect. Ульяна, расскажи, пожалуйста, как вообще пришла идея создать такой метап CPA Connect от CPA Club? Вообще, это немножко длинная история. Мы с Сашей Ридиком когда познакомились, мы сидели в Пунинвайн и обсуждали, что нам не хватает вообще в конференциях, спикерах, форматах. И я с ним поделилась, что мне вот... Я очень люблю наших спикеров, наших ребят, но мне немножко не хватает какого-то такого огонька, чтобы они выбегали на сцену, заряжали прям. И еще мне не хватает базы. У нас ребята, они такие залетают, сразу же рассказывают, как что надо делать, какие деньги, все дела, но у них нет базы, подхода, с чего начинать, как к этому вообще можно прийти. И Саша сказал, слушай, ну, отвергаешь, предлагаю, надо что-то придумывать. Мы разошлись, просто посидели, и на утро он мне пишет, у меня идея. Я такая, господи, 6 утра, какая идея? Он говорит, короче, я был на божественном выступлении одного крутейшего спикера, это Джордан Белфорд. Я честно скажу, что этот момент не знала, кто такой Джордан Белфорд. Я пошла скорее гуглить, чтобы не выглядеть совсем глубенькой. И поняла, что это тот самый Волксвилл-стрит. К сожалению, его выступления нет вообще в интернете, поэтому Саша мне написал на словах, и я поняла, что это, блин, наверное, это вот прям то, что я бы когда-то хотела увидеть в нашей сфере. Поэтому что мы постоянно что-то продаем. Трафик, себя в плане, там, на собеседовании, свой оффер, свой бизнес, свой бренд, в общем, много чего. И я подумала, что будет классно привнести вот эту практику в нашу сферу и немножко дать людям какую-то интересную базу, которая может их хорошо буснуть. На самом деле просто удивительно. Многие конференции фокусируются именно на заливе трафика, на каких-то технических моментах. Можно сказать о митапе, что он сфокусирован на продажах. Это просто здорово и в то же время необычно. Расскажи, пожалуйста, вы действительно считаете, что это настолько сильный и ключевой скилл, который пригодится всем, даже любому рядовому веб-мастеру? Конечно. Слушай, как я сказала, мы всегда в жизни что-то продаем. Не важно, напрямую это или завуалировано. И очень важно не только уметь как бы пропихнуть себя и свою идею, но еще и базово к этому очень правильно подойти. Джордан рассказывает не только о том, как вообще что продавать, он еще и про личный бренд рассказывает, про маленькие детали, которые могут зацепить и довести человека, скажем так, до конверсии, до лида. Поэтому я думаю, что да, очень сильно поможет и с точки зрения психологической составляющей, с точки зрения практической. Расскажи, пожалуйста, в рамках какой конференции пройдет следующий митап CPA Connect? Где нам можно вас ожидать? Ну, пока я не могу точно назвать, но мы смотрим в сторону Барселоны, например, или, возможно, даже Мальты. Вот у нас две зоны, в рамках которых у нас есть классные партнеры, с которыми хочется поработать, так же как перед Сигмой сделать вот этот митап. Ну, мы пока думаем. Если я правильно понимаю, Барселона – это АВ, а Мальта – это тоже Сигма. Сразу все взяла и рассказала. Да, да, все верно. Понимаю. Расскажи немножечко, пожалуйста, про CPA Club. Просто был период, когда CPA Club немножечко был в тишине, о нем мало кто знал. И сейчас, я смотрю, ты успешно его возрождаешь. Это здорово. И скажи, пожалуйста, осуществляется ли сейчас прием заявок в CPA Club от каких-то ярких представителей индустрии? Как вообще туда попасть? Смотри, сейчас мы полностью переписали форум. Релиз будет через неделю, после того, как мы вернемся, собственно, из этой регулярной командировки. Вот. И мы планируем уже зарелизить полностью новый дизайн. Это с форума. Это будет прям большой масштабный marketplace, в рамках которого можно прям сильно проапгрейдить свои скиллы. У каждой версии форума, английская и русская, будут свои личные амбассадоры, которые давно уже в этой сфере знают, как работать как с трафиком, так и, в принципе, в рамках affiliate. Вот. И там будет очень много полезной информации. Мы планируем не только рассказывать о мероприятиях и давать людям полезную информацию через блог. Мы планируем еще и привлекать различных экспертов со своего мира, чтобы они там делились своим опытом. Вот. Так что через 10 дней примерно, наверное, вы увидите все. Сейчас, прям сейчас заявки не принимаются, потому что мы планируем сначала официально объявить о старте, и потом уже набирать заявки. Но то, что я могу сказать, что форум будет более открыт к новым людям. Теперь, да, там будет определенная зона для очень прокачанных профессионалов, но можно будет и новичку, собственно, в него вступить и понять, как вообще работать дальше. Ребят, я думаю, когда выйдет это видео, уже будет осуществляться прием в CPA Club. Поэтому, пожалуйста, заходите, знакомьтесь, знакомьтесь с новым форматом, знакомьтесь с новым оформлением. И, конечно, большое спасибо Ульяне за такое мини-вью. И увидимся с вами на автор-пати Митапа CPA Connect. Ребят, мы поймали Лешу из SpinUp Partners и сейчас немножечко задаем ему вопросы. Леш, привет. Скажи, пожалуйста, чего ожидаешь от Митапа? Привет. Ну, собственно, Митап называется CPA Club. Именно этого я ожидаю. Ожидаю, что здесь есть абсолютно все люди, которые как так или иначе относятся к CPA, к аффилиатке. И вообще, в принципе, площадка обещает нам, что мы здесь встретим абсолютно разносторонних людей, которые ведут бизнес. Поэтому надеюсь, что мы найдем не только просто аффилиатов и рекламодателей, а еще и всяческие сервисы просто полезных людей, людей, которые хотят войти в аффилиатку. Ну, вот как бы и энтузиастам, можно сказать, и профессионалам. Что, по твоему мнению, отличает CPA Connect от других митапов? Почему это маст-визит, в отличие от других? Уровень. То есть, этот клуб, он больше сделан не для денег, не ради денег, а ради знакомств. То есть, для перспективы, для развития будущего. И если просто здесь походить, посмотреть, какой здесь контингент присутствует, сразу видно, что это не просто пытается билеты впарить, а реально пытается познакомить с хорошими, крутыми людьми. Почему в качестве спикера выбрали Джордана Белфорда, как думаешь? Что он может рассказать полезного? Ой, для меня речь на этот парень – это просто мека-продаж. То есть, я вот именно поэтому сюда страшно пробивался. Говорю, я обязательно здесь буду, очень сюда хотел попасть. И вот очень жду от него экспертизу, лайфхаки, подсказки, не знаю, опыт. Все, что он может рассказать профессиональным продажникам. Потому что бизнес, прежде всего, это всегда продажи. Если у вас хорошие продажники, у вас хороший бизнес. Плохие продажники, ну, ребята, закрывайтесь. То есть, нам стоит ожидать, что Леша скоро станет новым Джорданом Белфортом. Он только в разрезе PINAP. Леша уже Head of Sales. И все, скоро это будет Леша Белфорд. Правильно, Леша? Ну, нет. Я все-таки, как бы, человек наемный. Люблю работать в команде. Но я надеюсь, что наша цель, наша собственная цель – стать первыми в мире. Она будет достаточно быстро осуществлена. Да. Хорошо. Мы будем следить за PINAP Partner. Спасибо большое, Леша. Идем дальше ловить остальных гостей. Ребят, сейчас с нами Project Manager всем известной конференции «Кинза», которую мы ожидаем как раз в мае этого года. Катя. Катя, привет. Всем привет. Катя, расскажи, пожалуйста, почему для Гео, в качестве Гео, вы выбрали именно Алматы? Смотри, у нас очень много народу из СНГ. И мы прекрасно понимаем, что ребятам будет туда комфортнее долететь. Там без виз, дешевое жилье, дешевые авиабилеты. В принципе, потусоваться там недорого. И в плане бюджета для организации конференции там можно сделать круто много классных ништяков, которые тебе впишутся в бюджет, в отличие от того же Дубая, который мы делали. Ребятам было все-таки финансово тяжело сюда добраться, а это, как Казахстан, отличная Гео для этого. Поэтому мы решили, что Казахстан будет супер в этом плане. И также туда очень много кто релацировался из команд и компаний, которые переехали туда. Поэтому в целом, мне кажется, это выигрышная Гео. И многие сейчас туда съезжаются, чтобы делать всякие метапчики, ивенты. И наша первая кинза, большая конференция будет там. Катя, скажи, пожалуйста, что можешь нам рассказать по спикерам? Кого стоит ожидать? Может быть, есть какой-то секретик, чтобы сейчас ребята все кинулись скупать билеты? Слушай, у нас 50% слотов по спикерству уже занято. Но мы пока их не анонсируем. Вот буквально на следующей неделе выкатим, наверное, уже штук 9 на наш сайт. Я думаю, что когда выйдет это интервью, уже все будут знать, кто там. Поэтому пока раскрывать не буду. Но в целом со спикерством у нас очень много заявок. Сложно всех отработать. Мы взяли очень крутого эксперта, кто сам льет трафик, кто в этом разбирается, кто все отсматривает. С ребятами согласовывает тему. Поэтому я уверена, что у нас все будет круто в плане спикерства и качественно. По докладам, поэтому точно приходите и будет очень полезно. Расскажи, пожалуйста, вот дубайская конференция, она была два дня. Почему в Алматы, насколько я помню, только один день? Решили просто максимум профита выезжать за один день? Слушай, просто мы поняли по Дубаю, что очень много тусовок и не все доходят до второго дня. Плюс второй день обычно делается на конференциях, когда стендов от 100. В данном случае мы решили пока попробовать в новом Гео один день, понять, как это будет. Несмотря на то, что у нас полный салдаут и там 60 плюс стендов у нас есть, все равно я считаю, что это маловато для двух дней. Возможно, следующая конференция, которая будет в Казахстане, мы ее сделаем на два дня, площадку возьмем побольше и, соответственно, стендов построим побольше. Потому что все это взаимосвязано и нет смысла делать на 30 стендов два дня, я так считаю. Ребят, если кто-то из вас в вакууме и вдруг, не знаю, 31 мая пройдет грандиозная Кинза, Казахстан, в Алматы. Я по секрету вам скажу, у девчонок за полгода был салдаут по эксгибиторам, то есть все стенды распроданы, сейчас идет активная продажа билетов. Поэтому, если вдруг вы еще не приобрели билет на Кинза, Казахстан, самое время пойти, вот пока смотрите, поставить на паузу, пойти купить билет. И, конечно, Zorbas Media тоже будет там, и мы с вами увидимся. Друзья, с нами Инна, фаундер Gagarin Partners, и сейчас мы зададим парочку вопросов Инне. Инна, расскажи, пожалуйста, почему привезла большую часть команды? Это и SEO, это и BizDev, и сама приехала на этот митап. Чего ожидаешь от этого митапа? Ну, вообще, я лично, я в Дубае уже три недели. Здесь была Ава, теперь CPI Club митап, соответственно, дальше Sigma. Все очень удачно по времени сочетается. Девчонки прилетают, ну, в первую очередь, разумеется, конференция. И, разумеется, Саша под конференцию очень удачно выбрал дату, когда здесь, на самом деле, собираются все самые яркие участники рынка. И, вообще, я просто, когда зашла, мне кажется, минут 15 у входа здоровалась. Ну, и девчонки, разумеется, тоже сейчас вот где-то подъезжают, немного задерживаются, трафик здесь тот еще. Ну, ожидаем чего-то очень интересного, разумеется. Смотри, есть информация, что этот ивент больше сконцентрирован на продажах. Как считаешь, они вообще актуальны для всех сотрудников? Насколько это важный скилл, по твоему мнению? Разумеется, важен для всех. Важен, в первую очередь, для топ-менеджмента. Потому что даже если ты напрямую не продаешь, ты косвенно представляешь продукт, и это всегда супер важно понимать, что ты можешь ляпнуть то или не то, и в какой ситуации, с какими людьми, даже если ты прямыми продажами не занимаешься. А посредовательно, так или иначе, мы все равно продаем. Мы продаем себя, мы продаем услугу, мы продаем бренд, мы продаем нашу, в данном случае, партнерскую программу. Поэтому, конечно, ну и в целом, очень интересно увидеть Белфорда. Ну, мне кажется, такой необычный человек, достаточно серьезного размаха, и, ну, в общем, ожидаю чего-то прикольного. Расскажешь нам, пожалуйста, что нового вообще у Гагарин Партнерс? С чем приехали на Сигму? Ну, во-первых, мы теперь G-Partners, потому что мы стали CPA Network, и работаем теперь International. Не только СНГ рынки, но также расширили и продуктовую базу. То есть мы работаем теперь и с внешними рекламодателями, мы расширили, точнее создали реселл направление, расширили текущую команду, взяли на работу Леру. Это моя очень большая гордость, хорошая девочка, классно дополнила нас, усилила. Ну, в целом, нам есть что показать, есть что рассказать. Планы огромные, амбиции тоже. И, ну, поскольку мы только-только запустили это направление, раскачиваем, пробуем, экспериментируем. Ну, и мы здесь без стенда, потому что стенд только недавно отбыли в Лондон. Стенд был там большой, и очень много работы затребовал Лондон. Поэтому мы Дубай решили просто посетить как гости. Ну, посмотрим. Ребят, на самом деле, кто не видел стенд G-Partners в Лондоне, это вообще произведение искусства. Он был во всех социальных сетях. И у Марины, у Инны он тоже был, у Виты. Там ребята постарались на славу. И как раз направление реселл тоже. Если вы следите за G-Partners в социальных сетях, я тоже видела, что запустили новое направление. Будем ждать, будем наблюдать, смотреть. И желаем ребятам удачи на Sigma, найти своих клиентов и партнеров. Спасибо большое. Спасибо. Привет, ребята. Это Эмман, Сигма-фаундер. И у нас есть несколько вопросов для Эмман. Эмман, скажите, пожалуйста, что вы думаете о CPA Connect? Я знал, что ребята из CPA Club могли бы выделить, но это устроило меня. Я люблю этот сетап, я люблю группировка. И время летает. Я рад, чтобы быть здесь. Что вы ожидаете от Джордана Белфорта? Да, Джордан Белфорта – это классический, right? «Волфа в Волге». Я видел его раньше. И я взял мою продажную команду с мной. И они все выходили от этого конференции. Это было в рамках, да? Они все выходили от этого конференции, уверены, чтобы продать. Они все были вновлены. Так что я ожидал, чтобы всех здесь выходили от этого конференции. Никакого меньше. Раз, два, три, начали. Друзья, с нами Игорь, управляющий партнер Marlerina Group. И сейчас мы спросим у Игоря, как ему вообще ивент, как ему митап. Игорь, расскажи, пожалуйста, как тебе митап? Посмотрел ли ты уже, успел ли послушать Джордана Белфорта? Да, ивент очень крутой. Послушать успел. Не могу сказать, что спикер супер целевой. Но, как мы все знаем, мы не только за спикерством, но за послушать спикера входим на конфы. Поэтому я пришел сюда встретиться со своими друзьями, знакомыми, партнерами, обсудить дела. Просто круто провести время. Здесь это получится с легкою. Большой респект ЦПА Клабу. Уровень бомбовый. Мы сейчас находимся в Хаяте. Очень классные локации, очень классный бар и прочие вещи. Поэтому, думаю, насладимся. Все будет круто. Давайте посмотрим, что будет дальше здесь сегодня. Смотри, этот ивент, как заявляли организаторы, посвящен продажам. Как ты считаешь, продажи это вообще ключевой навык, который может быть полезен любому, вплоть до веб-мастера, который только с техничкой работает? Или это такой локальный скилл, который нужен не всем? Этот скилл будет полезен любому, как минимум, чтобы уметь продать себя. Потому что ситуации в жизни бывают разные. Бывает, что ты переходишь с команды в команду, из отдела в отдел, общаешься следами. Поэтому я убежден, что скилл продаж, он нужен и будет полезен абсолютно каждому человеку. Это раз. А два, все-таки мы занимаемся маркетингом, это все про продажи. Нужно понимать социальную инженерию человеческую. Нужно понимать какие-то боли людей, на что можно надавить. То есть условному монтажеру, либо человеку, который делает креативы, это тоже будет очень полезно. Понимать, как работает психология, на что можно надавить. На автор-пати идешь? Да, обязательно, сто процентов. Такие вещи мы не пропускаем. Все, ребят, тогда мы с вами тоже увидимся на автор-пати метапа CPA Connect. Так, simple. Привет, друзья! И мы продолжаем посещать мероприятия в рамках конференции Sigma Dubai. Сегодня мы приглашаем вас с нами на TikTok Meetup. Погнали! И за то, ребята, это Джулия, тик-tок Митап организатор. И мы мы с вами останавливаемся несколько вопросов. Джулия, сможешь, пожалуйста, рассказать больше детали об этом тик-ток Митапе? Мы делаем обучающие сессии, и мы хотим поддержать людей, чтобы идти на TikTok, и обнаружить больше тик-ток, и также обнаружить больше о контент-креации, и о том, как важен контент-креация в TikTok. Что мы ждем от этого meet-up? Может, вы можете рассказать мне о голосовании, о голосовании? Итак, мы поговорим о контент-креации, мы поговорим о том, как хакить алгоритм тик-ток, как получать больше внимания, и другая поговорка будет поговорить о эффект обучающих сессии в финтех, я думаю, это очень хороший вопрос для Сигма, потому что это финтех-конференция. Итак, ребята, спасибо, Джулия, и мы пойдем в TikTok meet-up. До свидания! Борис, привет! Привет! Борис, насколько мне известно, 12 марта прошел meet-up CPA Connect от CPA Club. Вы там являлись спонсором. Расскажи, пожалуйста, как все прошло, поделись впечатлениями об этом ивенте. Организаторам удалось создать отличную атмосферу, и приятно, что мы с нашим крипто-брендом Bets.io участвуем в объединении людей, которые мыслят одинаково, которые хотят развиваться и не стоят на месте. Расскажи, пожалуйста, Борис, каких нам стоит ожидать трендов в iGaming индустрии, по вашему мнению? Какие гео, какие источники, на что стоит обратить внимание? 2023 год, я думаю, будет годом изменений, но на данный момент SEO остается ключевым и основным источником по качеству, по количеству, это PPC и Facebook, конечно же. Ну, я думаю, 2023-2024 год мы увидим новые источники трафика. Возможно, это как-то будет связано с искусственным интеллектом, тот же чат GPT. Я уверен, те, кому удастся внедрить в свои рабочие схемы чат GPT и искусственный интеллект вообще, я думаю, вот за этим перспектива, за этим будущее. Смотри, 2022 год, он выдался достаточно разнообразным для многих компаний, кто-то релацировался, кто-то претерпел другие различные изменения. Расскажи, пожалуйста, каким выдался 2022 год для Alfa Affiliates? Для Alfa Affiliates 2022 год был очень насыщенный, нам удалось выйти на новые рынки. Это Испания, это Франция, это Италия. Также мы запустили бренд OneRed, который показывает отличные результаты, у которого есть платежки, которых нет у наших конкурентов, и это наше преимущество. Также мы переехали на новую платформу, все стараемся делать и развиваться, чтобы партнерам было удобнее, легче и комфортнее работать с нами. Скажи, пожалуйста, важно ли на ваш взгляд, на взгляд компании, на твой в частности, посещать профильные конференции, и насколько влияет наличие стенда на этих конференциях, и какие лично для себя ты бы мог выделить конференции, которые прям вот must visit? Ну, безусловно, это Sigma Malta, это IGB Amsterdam. У нас планируется как раз-таки вечеринка и в Амстердаме, и на Мальте. Мы решили в этом году сделать год именно вечеринок, мы решили отойти немножко от формата стендов, и хотим вот объединять людей на подобных митапах, как это было с CPI Club, устраивать грандиозные масштабные вечеринки, и просто отдыхать. А скажи, пожалуйста, вот все-таки, по твоему мнению, важно ли наличие стенда, если не в рамках альфа-affiliates? Что это дает? Дает ли какой-то буст, или можно просто приехать сильной командой и, собственно, выполнить все цели, поставленные на конференцию? Наличие стенда, конечно, дает определенные преимущества, так как просто банально легче тебя найти на конференциях. Ну и наличие стенда – это увеличение медийной активности, медийной узнаваемости бренда. Я считаю, стенды в любом случае несколько раз в год необходимо брать обязательно. Ну и в целом конференции – это, безусловно, общение с партнерами, постоянный нетворкинг, можно увидеться с партнерами из разных стран. К сожалению, вот недавно был ковид, и мы не могли это сделать. Сейчас наконец-то в этом плане все гораздо благоприятнее. Расскажи, пожалуйста, немножко секретиков, какие цели альфа-affiliates поставили себе на Sigma Dubai и вообще в каком количестве вы приехали на этот ивент. Большой командой? Нас приехало около десяти человек. Основная цель – это, конечно, нетворкинг, обсуждение сделок, заведение новых знакомств и увидеть старых друзей. Супер! Спасибо большое, Борис, тебе за такое мини-интервью. Редактор субтитров А.Семкин Друзья, мы были на митапе от CPA Bro, который называется «Вечер». Только что посмотрели выступление «Прекрасный Маруф», а сейчас с нами Саша. Саша уснул, я думаю, не нуждается в представлении, но это человек, ответственный за пиар в партнерской программе CPA Bro. Саша, привет! Привет! Я не один ответственный, но ответственный очень. Очень сильно ответственный человек. Саша, скажи, пожалуйста, в чем была вообще концепция ивента? Поделись впечатлениями, как прошел ваш первый буржуевый ивент. Так, ну смотри, если замерять результаты, то мы их будем срезать через несколько месяцев, потому что концепция очень простая. Мы зовем самых близких партнеров, с которыми мы работаем. Это топовые ребята, ну, наверное, не публичные команды по большей части, которым мы устраиваем... Как это сказать? Короче, моя концепция была в том, что обычно, когда зовут на митапы, нужно сидеть, слушать какие-то доклады, стоять у сцены, что-то там кого-то... В общем, свое время на что-то тратить. У нас была совершенно иная концепция, что мы проводим просто вечер. Мы его так и назвали. Люди приходят и делают, что хотят. И мы для них создаем как бы все условия вокруг. Еда, напитки, кальяны, какая-то развлекательная программа, какая-то официальная часть, допустим, как с Ника была. Вот. Это вот была моя история, которая нашим партнерам и мне очень зашла. Расскажи, пожалуйста, в целом свои впечатления. Это первый твой вообще организуемый тобой ивент. В целом... Второй, второй. Это второй ивент. Но буржовый-то первый? Буржовый первый. Буржовый первый. Расскажи, пожалуйста, как себя чувствуешь? Бля, да что тут говорить, ребята? Это запеку, да. Что тут говорить? Я в Дубае первый раз прилетел в пятницу. До этого я случайно застрял в Турции на месяц. Мы поехали покупать, короче, площадку под офис. И, в общем, немножко там задержались. Пришлось работать из Турции. И тут внезапно хлоп, идея провести такую историю для наших партнеров в Дубае. За две недели это просто жесть. То есть я не знаю страну. Я там не скажу, что я идеально знаю английский. Я плюс-минус могу общаться. Но, короче, это тоже сложно. Особенно, когда всякие тызэшки пишешь. Капец. Это ужас. Это ужас. Я вот Dead Inside, я со вчерашнего дня не сплю вообще. Полностью оправдываю никнейм. Вот. Впечатление сейчас хорошее. Сейчас чуть-чуть подпустило. Я влил в себя два стакана просека залпом. Целый день ничего не ел. Норм. Вроде все довольны. Мне самое главное, чтобы люди, которые приходят, были довольны. И все. Но мы будем надеяться, что в целом все прошло хорошо. Нам все понравилось. Все было очень красиво. Маруф была потрясающая. Нет, нет. Давай я выпендрюсь. Мероприятие прошло. 150 гостей. Полный люкс. Полный зал. Выступала Маруф. Каблуки 57 сантиметров. Все было просто топ. Ну вот как любят говорить. Нет. Прошло хорошо. Душевно. Ребята до сих пор сидят, курят кальяны, выпивают, общаются. Это самое важное. Прервемся. Рекламная пауза. Я считаю, что это вообще на самом деле, вот я от себя скажу, это вообще роскошь на грани декаданса. Я когда увидела этих девушек прекрасных, они идут просто. Я сижу такая, боже мой, как красиво. Ладно, немножечко отвлеклись. Саш, расскажи нам, пожалуйста, какие вообще планы у Сипе и Бро? Как вообще дела у вас обстоят с пиаром, с медийным полем? Что планируете? Что делаете? Что новенького? Ну, мы всегда делаем свой движ. И тут, короче, как это объяснить? У нас есть такой мэтч с Несиком, которая руководитель пиара. Она очень тонко чувствует вот стиль. То, что ты говорила, когда мы с тобой общались про продакшн, про красивые видосы. Она вот очень клево видит картинки. Ей нравится. Она создает потрясающий визуал. Завтра на стенде приходите, увидите. Это она сделала сама за месяц. Это, ну, мне вообще безумно зашло. У меня другая история. Я пришел из медиа, и я больше про контент. Про то, что будет интересно послушать, посмотреть вебом, поучаствовать в чем и так далее. И получается, что у нас и Неса создает офигенный стиль продакшн и вот эту вот всю историю. При этом дорабатывая медийно сама. И я ей помогаю еще с контентом. И у нас, я считаю, что у нас вот такой perfect match случился. И мы в этом направлении работаем. Мы делаем журнал свой. Сегодня вот первые печатные версии появились на русском языке. На английском у меня лежит дома в Москве. Ну, просто там Ника в довольно таком... Экстравагантном. Да. Фотосет экстравагантный. И мы его не повезли в Дубай. Ну, потому что, мало ли, там какие-нибудь правила. Не хотелось бы мне сидеть в арабской сербе за то, что я везу журналы. Вот. Мы делаем журнал. Мы его делаем печатный. Мы его делаем онлайн. Это чистая гейминг-история, которую я уже придумал, как развивать дальше. Почитайте. Там, ну, типа, ноль рекламы. Там просто журнал основан на исследовании, которые мы проводили среди топ-вебов. Опросили 204 человека, получили 2000 ответов, собрали все в инфографике и распечатали в журнал. Вот. Получилось, по-моему, неплохо. Он очень клевый такой, матовый, приятный. Как называется? Нет. Называется эта история iGaming Insider. Она есть в печатной версии на двух языках и есть в онлайн-версии на двух языках. Ее можно полистать в браузере с телефона с компа. Вот. Что еще делаем? Делаем Full House. Это закрытая история, которую Инесса окружила такой масонским таинством. Там у нас все максимально вот такое секретное, никто не знает резидентов. У нас там ранговая система и полный иммерсив. То есть ты приходишь, погружаешься в иммерсив. Вот. Для топ-вебов, которые много зарабатывают, которые много льют, эту историю продолжаем. В прошлом году проводили в России, в этом году будем проводить в Бурже. Вот. На очереди у нас Турция, Казахстан и что-нибудь типа Амстербарса, что-то такое. Вот. Скоро выходит платежка. Это Юля Богданова, наш финансовый директор, занимается. Они выкатывают платежку, работают над ней около... Ладно, не буду врать сколько, работают довольно долго. In-хаус решение. Нету платежек. Пришли. Удобно все работает. В общем, ребят, мы благодарим Сашу за интервью. Мы отправляемся дальше. Нас с вами ожидает Sigma. И обязательно смотрите обзор стендов, экспозоны. Уверена, что мы снимем только лучше. Саш, тебе большое спасибо. Удачи. Держись. Сил. Здесь будет такой вжук. Удачи. 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 что прошлый год был достаточно сложным для всех компаний и для всех, кто связан с гемблингом и беттингом. Но, несмотря на такую турбулентность в рынке и на рынке, мы показали прежнюю стабильность благодаря, наверное, нашей стратегии диверсификации рисков. Несмотря на то, что мы ушли с некоторых рынков, при этом у нас очень сильно в топе стал Казахстан, Индия, мы возобновили Гео Бангладеш, Бразилию, выходим на новые рынки. Сейчас уже запущен процесс получения лицензии в двух TR1 странах, поэтому это уже для нас является достижениями. Если говорить про маркетинг, мы запустили полнейший ребрендинг нашей партнерской программы. Мы сменили наш name с PM Affiliates на Parimatch Affiliates. Для многих ребят, которые присутствуют и работают в пост-СНГ пространстве, как будто ничего не изменилось, но если откровенно, мы международная компания, мы участвуем в бурж-конференциях, и многие нам задавали вопрос, если вы представляете оператора Parimatch, почему вы там, не Parimatch, а Affiliates? То есть это был челлендж для нас, и нам нужно было принимать такое решение, чтобы строить наш бренд рядом с основным брендом, который мы продвигаем. Изменения затронули не только naming, то есть здесь более глубокая история лежит. Мы предлагаем нашим партнерам еще больше инноваций, технологических решений, и это прослеживается в самой платформе. Недавно мы... платформа у нас полностью инхаузная. Недавно мы зарелизили апдейт первый, который коснулся полностью UX всей системы. Это еще более user-friendly стало. Наша партнерская программа наконец-то стала mobile-friendly, поэтому join us, так как говорится. Мы разделили, если мы говорим про трекинг-линки, это важно очень для партнеров. Еще более детализированная статистика, теперь наши аффилиаты могут брать креативы сразу же у себя в кабинете. У нас есть четкое разделение по вертикалям, гемблинг, беттинг, e-спорт, и уже получаем очень классный фидбэк. Какие планы на 2023 год? Смотри, наши планы очень тесно связаны в целом с нашей маркетинг-деятельностью. Мы создали New Wave Affiliate Brotherhood, и сейчас все наши партнеры постоянно нас тегают в нашем мерче и гордятся тем, что они one of PMA. Так вот, мы планируем становиться более агрессивными, да, еще более агрессивными с точки зрения маркетинга. В хорошем, конечно же, смысле этого слова. Хотим делать вечеринки, продолжать делать вечеринки, которые по-настоящему, как говорится, shake up the whole affiliate community. Англицизмы, здравствуйте. Про конференции. Планов очень много. Следующая наша конференция – это Варшава. Мы являемся одним из спонсоров Conversion Conf. Дальше – Бразилия. Это наш топ-однокео для нас. Мы там планируем делать не только стенд, но еще как раз таки shake up the affiliate community. Дальше – это IGB Amsterdam. Нам очень важно презентовать себя на таких конференциях, как IGB. Мы вот недавно были в Лондоне, и это было легендарно. И такие конфы, они являются трендсеттерами, а мы есть трендсеттер, поэтому мы всегда там. Дальше у нас Sigma Keeper, Sigma Malta. И немножко за спойлером. Мы будем делать, как так сказать, формата закрытые мероприятия для наших партнеров. Мы коллаборируемся с одним зарубежным медиа. Это даже не пати, даже не митапы. Это просто, я бы сказала, микс отдыха с нетворкингом. Мы уже проводили такие мероприятия, но мы их не постим в паблик по нескольким причинам. Во-первых, из-за формата. Во-вторых, из-за того, что, увы, я все еще наблюдаю, что коллеги по цеху прибегают к методам недобросовестной конкуренции. Поэтому, да, поэтому что-то мы храним в секрете, но, возможно, мы это раскроем. Да, и поэтому некоторые наши партнеры увидят нас в Испании. Источник номер один в сфере айгейминг. Источник трафика лично для тебя? Конечно же, SEO, PPC, ASO, INAPTRAF. Топ-1. Топ-1 почти. Несколько было TRAF-SORSO. Несколько топ-1. Да, несколько топ-1. Топ-гео для пари-мач в настоящее время. Куда вот прям стоит бежать, значит, писать менеджерам, говорить, что вот я хочу этот оффер, это гео, пожалуйста. Сейчас это Казахстан. Просто вот последняя неделя буквально все наши партнеры просто в восторге. Конечно же, Индия, Бразилия, Чили, Канада. Вводили ли какие-то новые бенефиты, новые бонусы для своих веб-мастеров? Сейчас есть как раз минутка, знаешь, такая просто для рекламы, чтобы сказать, ребята, у нас для вас столько всего есть, пожалуйста, приходите и заливайтесь. Вот, это прекрасная возможность. Смотри, если мы говорим про какие-то плюшки, наши топ-партнеры всегда могут рассчитывать на то, что мы можем восстановить им ставку, апнуть им ставку, все зависит всегда от объема. Для новых веб-мастеров мы предлагаем тоже на определенных условиях ап к ставке. Но плюшки у нас концентрируются, сосредоточены не только на доходе, а на том, что мы еще можем предложить, как раз-таки затрагивая тему new wave affiliate brotherhood. Все партнеры, если они хотят когда-либо попасть на какую-то закрытую тусу, но им нужно подтверждать, не знаю, источник трафика, опыт в наливе трафа и так далее, это утомляет. Вы можете просто писать нам, мы достанем все. Помимо того, что мы делаем свои вечеринки, любая конференция, премио-тикеты, это все плюшки. И, конечно же, про мерч я не могу не упомянуть, потому что кто не слышал про наш мерч, я не видела этих людей. Касаясь снова new wave темы, это прослеживается в нашем визуальном дизайне в том числе. Недавно мы делали коллаборацию с артистом, который сотрудничал с Off-White, я думаю, все знают этот бренд, и все получили этот мерч. Наши партнеры, конечно. Недавно разлетелась новость, которая прям всех вообще взбудоражила, о том, что есть некоторые ограничения, были наложены санкции на некоторые партнерские, букмекерские, прошу прощения, конторы, среди которых был паримач. Отразилось ли это как-то на вашей работе? Стоит ли паниковать ребятам? Расскажу, паниковать не стоит. Нет, если быть откровенной, конечно же, это нас затронуло, но в контексте эмоциональном, потому что это был наш глобальный партнер. Паримач в целом это глобальный бренд, который оперирует по всему миру, и это был один из наших очень больших партнеров. И есть, мы его поддерживаем, и верим в правосудие. С точки зрения партнерской программы, для наших афилейтов ничего не изменилось. Мы продолжаем также работать стабильно, выплачивать, все получают свой доход, и лояльны к нам, поддерживают нас тоже. Но на данный момент мы не принимаем гео по Украине, трафик по Украине, но это временно. Спасибо большое, Крис, за такое небольшое, но очень полезное интервью. Ребята, если вы вдруг захотели, хотя что значит вдруг, если вы захотели работать с паримач, обязательно поисковая строчечка, вводите паримач афилиейт, все, первые запросы, пишите. Мы вас ждем, и подписывайтесь на нашу соцсеть. Да, потому что я уверена, что там очень много интересных анонсов в плане мерча, закрытых мероприятий и всего, о чем говорила Крис. И не то ли. Вот так вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!